В этой мобильной клинике можно обследовать сердце, проверить зрение и даже прооперироваться. Больница на колесах состоит из пяти трейлеров, установленных на большегрузные машины «Форд». Также есть отдельные автомобили для проживания медперсонала и кухня. Общая стоимость госпиталя составляет порядка 10 миллионов долларов. Медицинская помощь в этой клинике будет оказываться абсолютно бесплатной. Лекарства и другие необходимые принадлежности также представят на безвозмездной основе. Больница на колесах нацелена на улучшение качества и доступности медпомощи в селах и отдаленных районах страны. Такое содействие оказывается Кыргызстану в рамках соглашения с Исламским банком развития по программе «Файл Хайр». В 2014 году Арабскими Эмиратами был подписан договор о показании нам помощи в виде мобильной клиники. Но с тех пор не было никаких движений. И 29 октября я был в Турции. И там я встретился с представителем Нурмека, который должен был собрать. И в связи с пандемией, в связи с этим, я обратился от имени нашего исполнителя тогда, Садра Нурмекуджевича, чтобы помочь, в настоящий момент Кыргызстану нужна такая мобильная клиника. И в течение пяти месяцев они собрали. И 5 февраля я был опять в Анкаре, в Турции, и принял эту клинику. В программе «Файл Хайра» там говорится, что пять лет все медикаменты, обследование, лечение будет население бесплатное. Прежде чем попасть в Кыргызстан, мобильная клиника преодолела границы пяти государств и была доставлена в течение трех месяцев. В ней будут работать как местные, так и зарубежные специалисты. Машины были изготовлены на заводах в Турции, программу реализовала норвежская компания «Нормека Аз». К слову, наша страна стала первым государством, где был осуществлен проект. Мобильный госпиталь – это подарок фонда усопшего короля Саудовской Аравии Абдуллаха бин Абдуллазиза. Он выделил 800 миллионов долларов США, чтобы средства пошли на развитие медицины в мусульманских странах. На базе этой клиники имеется диагностическое отделение современным медицинским оборудованием, такими как компьютерный томограф, аппараты УЗИ, маммограф, рентгенаппарат, гастроскоп, колоноскоп, офтальмоскоп, риноскоп, эхокардиограф. Вместе с трейлерами предоставлены мини-бус для транспортировки пациентов и машина скорой медицинской помощи класса С. Мобильная клиника также оснащена лабораторным оборудованием для биохимических и других исследований. Глава государства провел осмотр госпиталей, подчеркнул важность заботы о здоровье населения и поблагодарил партнеров за предоставленную помощь. Проект по оказанию бесплатной медпомощи рассчитан на пять лет. В течение этого времени госпиталь будет путешествовать по разным уголкам страны. После окончания срока программы финансировать работу госпиталя будет уже наша страна. Хочу выразить благодарность арабским партнерам, Исламскому банку развития и фонду Фаэль Хайр за предоставленную помощь. Проект рассчитан на пять лет. Доноры в течение всего этого времени будут обеспечивать работу мобильной клиники соответствующими лекарствами, аппаратурой и горючим, а медиков – заработной платой. В ближайшие годы ожидается поступление еще нескольких подобных комплексов. Планируется, что клиника будет каждый месяц объезжать по одной области в стране. За семь месяцев она должна посетить все регионы Кыргызстана, а после продолжить эту же работу. Было запланировано, что в первую очередь мобильная бригада должна направиться в Нарынскую область, как высокогорный район. Однако в связи с положением было решено, что машины направятся в Баткенскую область для оказания помощи местному населению.